всем привет народ с вами варчик в этом видео поговорим про 252 у защитник получил я на нем три отметки а значит пора сделать гайдик на фоне вы будете видеть вырезку из стрима не потому что я ленивые делаю вам контент тяп-ляп просто картошка выпустил какой-то очередной микро патч реплеи которые были сохранены мной до микро патча они грубо говоря не работают а реплеи которые сыграны после они работают в общем картошка как обычно сломала реплеи поэтому фон у нас будет вырезка из стрима что по поводу защитника не самый приятный танк отметка на нем набивалась не лучшим образом стабильности не было не только потому что рандом сейчас немножечко странный но и сам танк не давал поводов для стабильной игры две его самые основные фишки они нестабильные броня и альфа броня иногда может не танковать а урон по врагу может просто не наноситься поскольку вы не будете попадать с такого кривого дрына как у защитника стабильно плюс у нас еще маленький обзор очень плохой дпм в целом вырисовывается картина что этот танк не про фарм серебра и не про стабильную игру но сильный ли это танк или слабый планка на три отметки у него довольно таки высокая 3 косаря это планка хорошего прям танка восьмого уровня у большинства хороших прям танков планочка именно такая есть еще пару прям танков у которых больше трех тысяч буквально десяток прям танков которые имеют такую же планку ну и очень большое количество мусора которая находится там далеко позади поэтому мы имеем по силе довольно таки добротный танк но для фарма он уже не подходит из-за обзора и из-за орудия кривого поэтому если вы хотите пофармить явно покупать нужно не этот танчик а вот если вы хотите по нагибать в ближнем бою то это один из вариантов но далеко не самый приятный потому что стабильности не будет итак давайте разбираться почему стабильности не будет во-первых орудия дпм 1700 стрелять мы будем редко плюс еще мы будем стрелять криво точность орудия 044 это не как деструктор 046 но не намного лучше также углы вертикальной наводки минус 6 плюс 20 минус 6 но это же просто практически прямо торчит это не очень через холмики мы не поиграем поэтому нам будет все время неудобно больно тяжело подстроиться под рельеф а когда мы подстроились пушка нам скажет ну я иногда попадаю поэтому модули на этот танчики я рекомендую следующие обязательно досылатель потому что мы стреляем раз в год обязательно стабилизатор потому что вероятность что мы успеем свестись крайне мало поэтому мы чаще всего будем стрелять даже не полностью сведенные потому что у нас не будет на это времени а если будет время свестись то даже без сведения мы успеем это сделать поэтому досылатель стабилизатор это сто процентов а вот третий модуль здесь уже на выбор можно поставить черти что разница будет не сильно большая все зависит от того как вы будете играть тут либо сведения если вы чисто дровосек и будете в ближнем бою рубить топором направо и налево или оптика если вы а вы также есть еще вариант поставить фиолетовую либо у розовую вентиляцию если у вас хороший экипаж и доппоек вы не жлобитесь ставить потому что доппоек это имба но если у вас плохой экипаж с доппоеком будет туго поскольку это советское ведро и если вы не умеете танковать гореть вы будете часто поскольку это советское ведро но если вы будете хорошо танковать а броня нам позволяет поскольку броня это основная фишка этого танка многие наверно думают что основная фишка это альфа но вы пока на нем будете играть вам начнет поташнивать от пушки и вы будете стараться не обращать на нее внимание а вот основное чем нужно заниматься в боях на защитнике это правильно его позиционировать в рельефе в укрытиях чтобы правильно танковать у нас танк танкует в основном за счет хороших углов брони vld 130 казалось бы 130 миллиметров это не сильно много но там такие углы что даже десяткам тяжело пробивать vld но если враг будет стрелять сверху вниз то vld пробивается не то что десятками даже восьмерки могут спокойно пробивать поэтому нужно понимать что у нашего танка много плоскостей левая щека правая и здоровенная нлд каждый раз когда мы куда-то танк наклоняем задираем или поворачиваем одна из плоскостей начинает танковать лучше а другая хуже поэтому одну из сторон нужно прятать а другую наоборот выставлять врагу потому что он ее не пробьет также еще довольно таки бронированная крыша у этого танка даже крышечки лючков бронированные и пробить их даже не знаю кому под силу пробивается защитник в лючке в основном когда в центр лючка попадают по броне защитник очень хороший если самому не подставлять уязвимую плоскость под врага то защитник сам танкует очень хорошо но бывают и такие бои как на фоне вы сейчас видите как танчик не крути не подкручивай челик с пробитием 220 каждым выстрелом пробивает поскольку в игре есть еще и вбр который может дать пробитие тебе выше среднего или ниже поэтому и получается что броня защитника это вроде как его фишка и основная сила но она не стабильная и орудие с альфой и пробитием нормальным это тоже его фишка но пушка настолько кривая что это тоже нестабильная фишка вот и получилось что за счет этих всех нестабильных вещей сильный танк который еще и не очень фармит непонятно зачем вообще нужен и мне он честно говоря не нравится но результат он свой набивает три косаря на нем держать можно но они будут нестабильные это в одном бою может быть и 2500 урона а в другом и 3500 но стабильности никакой не будет танк сильный но ненужный играть на защитники нужно активно на первой линии если большинство ведер в игре это танки поддержки то защитник это тот танк с которым должна ездить поддержка а вы их должны вести за собой с вами был варчик играть красиво всем пока удачи Продолжение следует...